Волгоградская область посетил председатель Совета Федерации Сергей Миронов. В ходе визита он встретился с главой нашего региона, пообщался с журналистами и побывал в ряде социальных учреждений Волгограда и Волжского. Подробности пребывания спикер Верхней Палаты Парламента у Натальи Сеганцевой. Для спикера Совета Федерации Сергея Миронова это уже четвертое посещение нашего региона. Один из первых пунктов визита – встреча с главой администрации Волгоградской области. В числе ключевых тем разговора – инициатива региональных властей о выделении дополнительной финансовой помощи с федеральной казны тем, кто, будучи несовершеннолетними, в годы войны находился в городе на Волге. На сегодняшний день статус «Дети Сталинграда» имеют немногим более 9 тысяч человек. Мы очень многое делаем для наших ветеранов. Но та поддержка недостаточно, 200 рублей недостаточно. Поэтому мы попросили использовать, воспользоваться той консолидированной нашей инициативой в рамках соглашения, подписанного между администрацией Волгоградской области, нашей областной думой и Советом Федерации, конечно, пролоббировать этот закон, который будет несколько корректировать закон о ветеранах. Эта идея нашла поддержку Сергея Миронова. Председатель Верхней Палаты парламента пообещал, что она будет несена на обсуждение в Государственную Думу. Нужно прилагать более совместные усилия, потому что хоть не очень большое, но это финансирование федерального бюджета, а значит нужно заключение правительства. Но я думаю, что сама идея взять должность детям, которые в годы Великой Отечественной войны, в годы Сталинградской битвы здесь находились, в этом городе, в городе Героя, я думаю, что идея правильная и нужно будет это добиваться. Вопросы политического устройства страны, особенности формирования федерального бюджета на будущий год, это уже тема обсуждения Сергея Миронова на встрече с представителями СМИ. В частности, журналистов интересовало мнение спикера о новом законе о полиции. В связи с тем, что редакция значительно улучшена, и, казалось бы, в этой связи можно одобрять и принимать этот законопроект, но все-таки мы будем добиваться включения именно в текст вот этого рамочного главного закона положений о социальной защите и социально-материальном обеспечении сотрудников полиции. Без этого закон по определению с нашего подтверждения начнет хромать с первого же дня особого применения. В рамках визита в нашу область Сергей Миронов побывал в ряде социальных объектов Волгограда и Волжского. В городе Спутники спикер Совета Федерации встретился с сотрудниками станции скорой помощи, а также с подопечными городского детского фонда. Здесь к Миронову обратились с просьбой поучаствовать в судьбе мальчика, страдающего онкологическим заболеванием. На операцию для ребенка и дальнейшую реабилитацию требуется полмиллиона рублей. Сергей Миронов пообещал помочь. Наталья Стеганцева, Алексей Лунев, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.